Ирина Анатольевна Лежнева Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Добрый день. Ну что же, Ирина Анатольевна, у нас в гостях программа «Впервые». И поговорим мы сегодня также на тему новую. Это сделки с земельными долями. Что такое земельная доля и в чем ее отличие от доли в праве собственности на земельный участок. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы свои. Ну а также слушайте внимательно. Мои сегодняшние гости расскажут подробно об этой теме. Ну и мы работаем в прямом эфире. Традиционно 202.11.22. Телефон напрямые в студии. Дозванивайтесь к нам, задавайте свои вопросы. Ну а мы начинаем нашу программу «30 минут». В нашем распоряжении, Ирина Анатольевна, что такое земельная доля? Как появилось это понятие вообще в гражданском обороте? Это понятие появилось, понятие земельной доли появилось в связи с тем, что в начале 90-х годах проходила реформа земельная, так называемая реформа. И в то время принималось достаточно большое количество законов, указов. Это дело новое, поэтому были противоречия в принятии этих новых законов. Но понятия земельной доли в земельном кодексе нет вообще. Оно не раскрывается. Это понятие есть только в законе, в специальном законе. Он называется «Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения». И дается это понятие в статье 15-й, там прямо говорится так дословно. Я его зачитаю, это понятие, почему? Потому что оно неточное и требует своего пояснения. Земельная доля, права на которую возникли при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу настоящего федерального закона, является долей в праве общей долевой собственности на земельные участки и земель сельскохозяйственного назначения. То есть, как мы знаем, в 90-х годах проходила реформа земли. И когда земли колхозов и совхозов массово передавались собственным гражданам. Право на получение вот этой земельной доли, земельного пая, имели те лица, которые работали в этом колхозе или в совхозе, и те, которые проживали на территории этого совхоза. Ну и взамен, скажем так, вознаграждения трудовой они получали вот эту земельную долю. Земельная доля, она разница, размер земельной доли на территории не только области, но и района каждого. То есть, это зависело, размер земельной доли зависело от той площади, которую обрабатывал тот или иной колхоз или совхоз. Какое количество рабочих или колхозников работало на территории, вернее, на этом предприятии. Списки составлялись. Затем орган местного самоуправления, то есть это районный совет, принимал постановление о передаче этой земли в собственность. Массово это было 92-94 год. И затем в 94-м году уже выдавались розовые, так называемые розовые, свидетельства на право собственности на землю. Вот на основании этого документа и человек являлся правообладателем вот этой земельной доли. Хорошо. Тогда вот какими документами подтверждается право собственности на эту земельную долю? Вот именно тот документ, о котором вы сказали, или еще что-то есть? Ну, это, как правило, в первую очередь, это, конечно же, решение органа местного самоуправления о том, что гражданин наделялся вот этим земельным наделом, земельной долей. И затем уже непосредственно выданы на основании этого решения органа местного самоуправления свидетельства на право собственности на землю. Вот эти свидетельства выдавали земельные комитеты массово. И вот, к сожалению, тогда работа, она шла по срокам, очень так жестко принимались указы, и вот до такого-то момента нужно было принять это постановление, до такого-то момента нужно было выдать свидетельство о праве наследства. Дело было очень новое, очень много было ошибок непосредственно в самих постановлениях. В идеале предполагалось, что рабочие составляли на своем собрании, утверждали список тех лиц, которые имели право на получение вот этого земельного пая, земельного надела. И затем районная администрация его, значит, утверждала. К сожалению, далеко не во всех предприятиях, не во всех организациях вот эти списки сохранились и были переданы на хранение в районы архива. Как правило, зачастую, к сожалению, являлось только постановление, чтобы утвердить списки, самих списков не было. И тогда вот право устанавливающих документами является как раз свидетельством на право собственности на землю. Хорошо, Ирина Анатольевна, нас сейчас слушают уважаемые телезрители, ну и я думаю, что у них возникает логичный вопрос. Эти сейчас документы, ну вот проще говоря, они живы, если есть вот эти свидетельства на руках, они действительны. Расскажите, пожалуйста, об этом, если оно есть, что с ним делать, куда идти. Человек, который имеет на руках такое свидетельство на право собственности на землю, он является правообладателем вот этого особого вида недвижимого имущества, земельной доли. Это говорит о том, что он имеет право собственности на земельный участок и земель сельскохозяйственного значения. С этим, если гражданин, ну лично, скажем так, правообладатель земельного участка, он должен пойти в реестр недвижимости, прием ведет МФЦ, и зарегистрировать свои права на этот земельный участок. Вот эти земельные наделы, они исчислялись разными способами. Когда-то земельные доли, там в балогектарах оно было, когда-то было площади, прямо написано непосредственно, допустим, земельный участок, 17,2 гектара земель, ну допустим, грубо говоря, совхозы Чапаева, там колхозы Ленина. И человек, ну естественно, этих колхозов, совхозов сейчас нет. Произошла реорганизация, они преобразовались, но Росреестр ведет учет вот этих всех предприятий. У каждого объекта есть свой кадастровый номер. То есть волноваться не стоит? Да, волноваться не стоит. Единственное, что тут проблема в чем? Как я уже сказала, это земельные доли, права на которые возникли при приватизации. Вот обладая вот этим объектом недвижимости, у человека есть право выделить в счет вот этой земельной дольки непосредственно на определенном поле свой участок. Ирина Анатольевна, у нас есть звонок, продолжим обязательно, но примем, уважаемые телезрители. Вы на линии, мы слушаем ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Ну здравствуйте. Убавьте, пожалуйста, ваш телевизор и подальше от него отойдите. И мы слушаем ваш вопрос. Я выключил, пожалуйста, желтый, беру. Да, пожалуйста. Выключил. Да, слушаем. Лучше, лучше, да? Да. Ну, вы все-таки там, и которые там, юрист, которые сидят, типа Жириновского, вякать-вякать. Что она мне в ответ может сказать? Мы не поняли ваш вопрос. Пожалуйста, покорректнее, это раз. Сдавайте, пожалуйста, свои вопросы. Вопрос по наследству у вас есть? У нас звоночек ушел. Дозванивайтесь, задавайте вопросы. У нас нотариус сегодня в гостях, Ирина Анатольевна Лежнева. Нотариус Красноармейского района. Мы продолжаем нашу тему. Значит, вот кто не может являться собственником доли в праве на земельный участок? На земель сельскохозяйственного значения. Да, вот земельные участки, они вообще особая категория недвижимости. Во-первых, земельными участками в приграничной зоне не могут являться иностранные граждане. Таким приграничным районом у нас является Большечерниговский район. То есть граждане иностранные, иностранные организации не могут вообще владеть земельными участками на территории Большечерниговского района. А вот по землям сельскохозяйственного значения здесь еще законодатель пошел еще жестче. То есть иностранные граждане вообще, иностранные организации вообще не могут владеть земельными участками земельных сельскохозяйственного значения. Земельными участками они могут обладать только на праве аренды. Это строго определенное в законе об обороте земель сельскохозяйственного значения. То же самое у нас есть специализированный закон. Закон Самарской области о земле. То же самое говорится в этом законе. То есть здесь строгое ограничение. Кроме того, закон еще говорит о том, что, потому что это особый объект земель сельскохозяйственного значения, особая категория, И повторюсь еще разочек. И закон поставил пределы. Вот больше 10% земель в сельхозном значении от общей площади земель муниципального района нельзя. Одному человеку? Одному человеку. Но это пределы федерального закона 101-го, то есть российского закона. А субъектам Российской Федерации закон предоставил более так и варьировать. Вот на территории Самарской области это 30%. То есть 30% одному человеку на территории одного муниципального района обладать нельзя. Если человек либо по наследству, либо он купил, не подрассчитал там какой-то земельный участок, и в результате того, что он приобрел его, получить стало больше, то он обязан в течение года произвести отчуждение данного земельного участка, равно как иностранных гражданин. Если он по наследству получил долю в праве на земельный участок, либо целиком земельный участок о земель сельскохозяйственном значении, ему дается год, чтобы он произвел отчуждение. Рея Анатольевна, следующий мой вопрос, он отрадиционный. Вот когда такие спорные ситуации возникают, я всегда спрашиваю у вас у нотариусов. Но, разумеется, когда человек приходит с документами на личную консультацию к нотариусу, вы же всегда все объясняете. Объясняете права обязанности, объясняете, на что этот документ необходим, и какие права он дает, верно? Я вас понимаю, правда? И разъясняете гражданину, какие позиции, исходя, конечно же, из закона, на какие позиции он может обладать. Хорошо, давайте поговорим, каков порядок оформления наследственных прав на земельный участок. Вот какие документы необходимо предъявить нотариусу для оформления наследственных прав на эту земельную долю? В идеале, конечно, если наследодатель свои права зарегистрировал в Росреестре, в Реестре прав на недвижимость. Это замечательный самый вариант. Даже если у наследника нет никаких прав, ну, утратили мало ли что, да, земель участок был у кого-то в аренде, арендатор его потерял, правоустановивающего документа. К сожалению, бывает и такое. Нотариус вправе и обязан запросить Росреестр о содержании права устанавливающего документа, сам получает эту выписку и на основании этого же документа наследнику выдает. В принципе, наследнику никуда ходить уже ничего не нужно. Нотариус сам все запрашивает, запрашивает оценку этого недвижимого имущества. Гораздо хуже ситуация, если наследодатель свои права в Росреестре не зарегистрировал. Вот здесь возникает проблема. Как я уже сказала, произошла многократная реорганизация из всех колхозов и высовхозов. В результате выдела площадь земельных участков общего массива, она уменьшается. И тут вот сопоставлять придется и из наличия многих факторов. То есть само постановление о передаче земли в собственность, само свидетельство на право собственности на землю, если он внесен в кадастр недвижимости, этот правообладатель, если он там зарегистрирован, то есть там множество очень факторов. И если противоречие, которое устранить, к сожалению, невозможно, то, соответственно, наследнику нужно будет обращаться в суд. Спасибо. У нас есть звоночек, мы слушаем вас внимательно. Оговорите ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в 95-м году мы получали документы на долевую собственность, жилой дом и прилегающие участки. В принципе, сейчас у каждого свой отдельный вход, свои кадастровые номера и на часть дома, и на участке. Можем ли мы получить свидетельство, в котором не будет обозначено, что это долевая собственность, потому что при продаже нужно согласие со степенью. Вопрос понятен, да? Да, понятен. Я вот поняла, что у вас кадастровый номер, вы говорите, на каждый объект долю в праве, вот на недвижимость непосредственно, имеется свой кадастровый номер. Соответственно, я так поняла, каждый поставил на кадастровый учет свой объект, да? Правильно? Да, правильно. И участок, и часть дома. Ну, соответственно, у нас уже объекты разные, поэтому сейчас нужно обращаться в Росреестр и регистрировать свои права уже на квартиру, получается. И, соответственно, вы уже тогда не будете связаны как собственники одного объекта недвижимости. С соседями, то есть уже не нужно будет, да? Это же у каждого, получается, каждый объект отдельный. То есть сейчас телезрительнице нужно идти не к нотариусу, а нужно идти в Росреестр? Да, в Росреестр. Вот у меня такой вопрос, исходя из вашего последнего ответа, Ирина Анатольевна, скажите, есть ли гражданин в праве выбирать любого нотариуса, чтобы оформить наследство, да? Несколько не так. Вот, на квартиру. Нет, ну, может обратиться к любому нотариусу, гражданин за оформление наследства, не по месту жительства, я это имею в виду. То вот к нотариусу, если земля в Красноармейском районе, предположим, к нотариусу этого района нужно идти? Нет, нет. Совершенно к другому. Здесь территориальность та же самая. Дело в том, что, да, к нотариусу можно идти на территории одного этого субъекта. Вот если нотариусом города Самары, он может обратиться к нотариусу любому города Самары. Но если, допустим, в Кенеле наследодатель проживал, он может обратиться только к нотариусу города Кенеля. Если наследодатель проживал на территории Красноармейского района, то это только вот у меня. Точно так же у нас есть много таких районов, где нотариус только один. А вот по поводу того, где находится наследственное имущество, это не влияет на место открытия наследства. Оно открывается строго по месту жительства наследодателя на дату смерти, независимо от того, где находится недвижимое имущество. Спасибо. Есть звонок, мы слышим вас. Алло. Алло. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нам по наследству достался участок из сельхозземель, ну там доля в праве, и мы хотели его продать, отправили уведомление, просто бить на форме муниципалитета, но они вот там больше месяца уже прошло, ответ мы еще не получили. Вот уже можно продавать? И вот в течение какого периода нужно все документы оформить? Вы, пожалуйста, не отключайтесь, у меня сразу к вам несколько вопросов. А доля в праве, какой размер доли? Это потому что влияет на ответ. Там какая-то за 11581, только маленькая. Маленькая доля. А муниципалитет является собственником, со собственником этого земельного участка? На этом я не знаю. Вот дело в том, что вот здесь особенность по распоряжению долями в праве на земельный участок и земель сельскохозяйственных назначений. Если вы хотите продать этот земельный участок, право приобретения у этого земельного участка, если сособственников больше пяти, возникает только у сособственников этого земельного участка. И если муниципалитет не является собственником этого земельного участка и земель сельскохозяйственного назначения, то права приобретения у него нет. Еще право приобретения есть у лица, которые используют этот земельный участок. Право использования этого земельного участка подтверждается существующим договором аренды, либо субаренды, либо безвозмездного пользования этим земельным участком. Поэтому вам нужно на месте определяться, кто использует этот земельный участок, с ними связаться, и есть ли у них желание приобрести, либо у сособственников. Ирина Анатольевна, а можно вот с этим вопросом, куда обратиться? К вам, либо в Нотариальную палату? Ну это запросить, нужно запросить, нужно выписку из реестра недвижимости об объекте. Там эта выписка, и там будет видно список всех совладельцев этого земельного участка, и они непосредственно с ними связываются. Но вообще совет обратиться в орган местного самоуправления, потому что они ведут учет с особственников этого земельного участка, и с ними можно будет связываться. Потому что село есть село, и знают, что вот кто-то покупает именно этот земельный участок, за какую цену и тому подобное. Поэтому нужно искать истоки там. Спасибо большое. Продолжаем нашу тему и продолжаем общаться с вами. Уважаемый телезритель, 202-11-22, телефон на прямого эфира. Дозванивайтесь. И такой вопрос. А земельная доля может являться ли совместно нажитым имуществом супругов? Может ли переживший супруг председовать на оформлении права собственности на данный вид имущества? Да, как я уже сказала, то есть земельными паями наделялись не все, а те, которые работали. Своего рота это как бы была плата за то, что человек работал в колхозе и в совхозе. Поэтому доля в праве супруга пережившего здесь есть. Другой вопрос, что если оба супруга работали в этом совхозе и колхозе, они, соответственно, получали каждый свой надел. И у каждого долька была равная. Поэтому здесь смысла выделять нет. Но бывает такое, что один супруг продал свою долю в праве, а второй нет. На втором она так и есть оформлена, так и существует. Поэтому право у пережившего супруга в данном случае выдела своей доли есть. Хорошо. А вот необходимо ли согласие супруга на совершение такой сделки? Если они отчуждают одновременно, оба супруга своей дольки, на каждого оформлена своя доля, то здесь согласия мы не требуем. А вот если один продает, а второй уже продал или пока еще оставляет в собственности, то согласие второго супруга на распоряжение таким имуществом необходимо. Хорошо. А как собственник доли в праве на земельный участок и земель вот этого земельскохозяйственного назначения может распорядиться принадлежащим ему вот этим недвижимым имуществом? Ну, в первую очередь, он может его выделить из общего массива и сказать, вот не где-то оно там в общем массиве, а вот на этом поле конкретно мой участок. Вот участок доли в праве на который мне принадлежит. Можно выделяться из общего массива и 20-15 человек, он может выделиться один. Единственное, что здесь, когда выделяться, нужно помнить о том, что распоряжаться этим имуществом необходимо будет всеми сообща. То есть не просто вот кого-то, а с теми людьми, с которыми есть контакт. С тем, чтобы потом... Пример можете привезти? Ну, допустим, семья выделяется, соседи на одной улице, там, сват, брат, они вместе объединились, или там, ну, работали, предположим, там, на определенном подразделении этого колхоза или совхоза. Друг друга знают хорошо, общаются хорошо, там, у них нет никаких разногласий. Вот 20 человек они выделяются, там, у них, предположим, каждому причитается по 17 гектар, вот, соответственно, там, 340 они там выделяют, тысячи гектар, и сдают его целиком в аренду. То есть вот таким образом, вот, ну, в первую очередь его выделить, зарегистрировать свои права, затем его передать в аренду, то есть с кем-то заключить договор аренды, чтобы человек его обрабатывал, соответственно, и им оплачивал. Либо его, значит, продать, ну, а продать мы, как я уже говорила, здесь существуют ограничения, продать его он может либо такому же сособственнику, если число сособственников более 5 человек, либо лицо, которое обрабатывает этот земельный участок, вот уже выделенный земельный участок. Скажите, пожалуйста, Ирина Анатольевна, ну, не поймите мой вопрос в некорректном, или, может быть, неграмотном, но вот, тем не менее, такие вот земли, они, как правило, это уже обрабатываемые земли, обработанные, либо это, может быть, там, непаханные лесополеи реки. Ну, как правило, сейчас, конечно, люди, потому что земельная реформа идет уже давно, люди выделяются с 92-94 годов, и, соответственно, те, которые думал, проявил себя как заботливый собственник вот этого имущества, он уже выделил, и, естественно, земли у него более, скажем так, высокого качества. Сейчас уже остаются в общем массиве не выделены те, которые наследники, допустим, долгое время обратились в материальную контору, заявили о себе, как о наследнике, и по каким-то причинам не оформляют, да, либо там кто-то преклонного возраста, кто-то говорит, ну, получил я ее, получил, не хочу обрабатывать. Естественно, сейчас в конце в итоге остаются уже, как правило, неудобие, неугодие, пастбище и тому подобное, да. К сожалению, такое есть. Такое и имеет место быть. Спасибо большое, мы принимаем звонок от телезрителей. Алло, говорите, мы слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, у меня такая ситуация. У меня, собственно, одна-вторая доля дома, и весь земельный участок. Я сейчас хочу продать. Хочу продать все, то есть долю и участок. И вот при обращении к риэлтору мне объяснили, что можно продать все. И по-современу говорят, что его нужно наживать. Я не понимаю. Объясните, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации? Спасибо большое. Дело в том, что отчуждение строения земельного участка, на котором находится строение, если оно принадлежит имуществу одному и тому же человеку, одно без другого нельзя. Поэтому, продавая одну свою вторую долю жилого дома, вы в первую очередь, как совладельцу, должны предложить купить это своему сособственнику. И если он отказывается, то у вас возникает право продать и одну вторую долю земельного участка, и весь земельный участок третьему лицу. Эта сделка будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению. А вот по поводу межевания земельного участка, ну, я сказать не могу, что имел в виду риэлтор. Скорее всего, может быть, там, не знаю, кто у вас там совладельцем является, может быть, размежевать земельный участок, чтобы подарить его своему со второму земельному, не могу сказать, не знаю, что он имел в виду. Ну, то есть резюме... Продать одну вторую долю жилого дома и земельного участка одним договором можно, но в силу статьи 250 Гражданского кодекса право о преимущественном приобретении возникает у совладельца. Если он отказывается, то у вас есть право продать это имущество на сторону. Третьему лицу непосредственно со всеми документами обратиться к любому нотариусу нашего города Самара. Даже из Самарской области. Да, из Самарской области. Ирина Анатольевна, подлежат ли сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и земель сельскохозяйственного назначения обязательному нотариальному удостоверению? Вот, собственно, о чем говорили в предыдущем вопросе. Ну, обязательно нотариальному удостоверению подлежат сделки с земельными долями, вернее, даже с долями в праве на земельный участок и земель сельскохозяйственного назначения. Это более правильно, вот, логически выстроить. Если собственник произвел выдел земельного участка в счет той дольки, которая ему принадлежит. Если у него как был, была доля вправе на старый массив, тогда он внутри может производить без нотариального удостоверения. После выдела там... Производить что, простите? Производить отчуждение. Отчуждение. Да, отчуждение, дарение там бога ради, но со собственнику, только со собственнику. И если произведен был выдел земельного участка, то есть образовался вновь земельный участок, который входит в состав бывшего колхоза или лесовхоза, то там только обязательное нотариальное удостоверение по отчуждению. Спасибо. Ну вот давайте поговорим об особенностях, какими обладают участники сделки, вот как раз по отчуждению земельных долей. Ну, как мы уже сказали, покупателями не могут выступать иностранные граждане и иностранные юридические лица. То есть даже если они жили на территории этого совхоза? Даже если они здесь работали, трудились, ну вот так получилось. Приняв гражданство другого государства, в течение года это лицо обязано произвести отчуждение этого земельного участка. Причем, если он продает и не находит покупателей, органы местного самоуправления муниципалитет, на нем лежит обязанность произвести выкуп этого земельного участка. То есть там достаточно жестко и строго, и за этим должен следить Росреестр. Как я уже сказала, по тому, что, значит, сколько человек, покупатель, каким количеством уже земель обладает на территории одного муниципального района, то тоже идет ограничение. Свыше вот у нас на территории нашей Самарской области, если свыше 30%, покупать ему уже больше нельзя. Вот. И более строгий, более, скажем так, непонятный, ну, с первого взгляда, отчуждение нельзя производить не со собственнику, если собственнику больше пяти. Это то, о чем говорили. Если выдел произошел с земельным участком, и там шесть человек и больше, то отчуждение может быть только внутри, кто-то из этих шести лиц покупает, либо лицо, которое использует этот земельный участок. Как я уже говорила, еще раз повторюсь, факт того, что он использует этот земельный участок, это заключенный договор аренды. Причем, если договор аренды заключен на свыше одного года, он должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости. Это договор субаренды. Это договор безвозмездного пользования. То есть здесь строго все проверяется. И даже если мама владеет долей вправе на земельный участок, казалось бы, что проще, я хочу подарить своему сыну. Если сын не является владельцем этого земельного участка, внутри не является со собственником, то сделать этого нельзя. Нужно, чтобы мама произвела еще разочек выдел, потому что выдел идет неограниченно, то есть чтобы она там осталась одна, и уже тогда она вправе этому сыну своему. Скажите, а временно и документально, вот эти все процедуры, о которых вы сейчас говорите, они долговременные, либо нет, это все делает нотариус, нужно прийти только отдать документы? Дело в том, что мы сделки совершаем только с тем имуществом, которое уже прошло регистрацию прав на недвижимое имущество. Вот вопрос выдела, это не компетенция нотариуса, это занимается кадастровая инженера. Там сроки зависят от того, где происходит выдел, есть ли наложение одного земельного участка на другое. Вот в этом плане, в этом ракурсе. К нам уже приходят с готовыми документами, с документами с Росреестра, где права уже строго зарегистрированы, все спорные вопросы отрешены. Там, если когда происходит межевание, собственник заявляет о себе в органах, средствах массовой информации, заявляет на собрание со собственником, потому что на собрании со собственником они должны определять порядок, какие в первую очередь земли подлежат выделу, если найдутся желающие выделять. Вот это все согласовывается, спорные вопросы все отрешаются в суде. А вот уже когда произошла регистрация вот этого права, тут нотариус все сам запрашивает и достаточно быстро все происходит. Хорошо, ну а вот действует ли право преимущественной покупки как раз вот по общему правилу при продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения? Да, здесь право преимущественного приобретения возникает у субъекта Российской Федерации, опять в силу 101-го закона об обороте земель сельхозназначения. Опять же, повторюсь, земли сельхозназначения это особые стратегические объекты, поэтому государство здесь жестко контролирует. И если продается полностью весь земельный участок, независимо от того, сколько собственников его продают, один ли владелец, 10 ли владельцев, но все они пришли к мнению, что нужно его продать, то здесь право преимущественного приобретения на территории Самарской области возникает у правительства Самарской области. И собственники, в первую очередь, не родственникам никого, они в первую очередь уведомляют правительство, говорят, что мы продаем за такую-то цену, определяют сроки, 90 дней к рассмотрению. Правительство Самарской области решает вопрос, нужно ли ему этот земельный участок приобрести, не нужно ли ему приобрести. Если ему это не нужно, приобретение в собственность такого земельного участка, он свое право преимущественного приобретения может передать муниципальному району, на территории которого расположен данный земельный участок. И в течение 20 дней он должен дать ответ, и потом уже муниципальное образование решает вопрос, нужно ли приобрести, не нужно ли вопрос. И когда дается ответ муниципальному образованию, то есть он взвешивает, дает ответ собственникам, они говорят, нет, не нужно, вот тогда в течение года собственники вправе произвести отчуждение этого земельного участка, но за цену не ниже той, что они предложены. Если цена меняется, соответственно, все повторяется снова. Это вот вы как раз сказали о том, кто имеет право преимущества покупки доли, править собственность на земельный участок. Так, хорошо, а вот вы сказали цена, кто ее определяет, Ирина Анатольевна? Собственники. Собственники. Конечно, как и все другое мысль. Какие-то, может быть, тарифы или какие-то показатели, но не можно же ведь цену взять с потолка? Нет, это как раз вот цена разная, другое дело, что в договоре купли-продажи оговаривается та цена, за которую продается, и та цена, которая кадастровая, то есть это та цена, которую устанавливает государство, вот и все. То есть действующая цена за сотку на сегодняшний день? Ну, получается, да, там не сотка, там не дары. Да, здесь речь идет уже о гектарах. Ну что же, у нас с вами осталось буквально две минуты до конца разговора. Я хочу предоставить вам заключительное слово, подвести итог нашей программы все-таки еще раз, да, что такое земельная доля, как появилось это понятие, и вот на какие особые внимания, моменты важные нужно обратить внимание. Всем нашим уважаемым телезрителям, если они столкнулись или столкнутся с такой проблемой, но все-таки роль нотариуса в этом вопросе какова? Ну, понятие земельная доля, еще раз повторюсь, она возникла в результате приватизации земель сельскохозяйственного назначения. Обращаясь к гражданам, которые владеют таким имуществом, если права не зарегистрированы в Росрегистре, то это необходимо сделать и необходимо о себе позаботиться, заявить о себе. Сразу какие-то сроки есть, Рина? Сроков никаких нет, но здесь следует помнить о том, что если земель сельскохозяйственного назначения не обрабатывается в течение трех лет, органы местного самоуправления, то и сельские администрации вправе обратиться в заявление в суд о лишении такого собственника права на это имущество, поскольку он три года его не обрабатывает. Все это доказывается в судебном порядке, поэтому право собственности на это имущество возникло достаточно давно и уже пора бы, скажем так, определиться, нужно оно мне или нет. Если не нужно, то нужно опять же обратиться в органы местного самоуправления, подать заявление о том, что я отказываюсь от доли в праве на это имущество на земельный участок. И тогда эта собственность перейдет в муниципалитету. Вот. И если какие-то вопросы возникают по вопросу оформления наследства, то необходимо обращаться к нотариусу по месту открытия наследства. Нотариус даст полную консультацию, посмотрит на место. К сожалению, еще раз повторяюсь, в каждом районе, в каждом хозяйстве своя ситуация. Вопросы очень сложные, потому что законодательство развивалось достаточно противоречиво в тот момент. И нотариус уже на месте здесь разберется. Со своей стороны, мой номер есть в контакте на сайте, да, пожалуйста, обращайтесь. Консультации у нас всегда бесплатные. В любое время рада помочь. Спасибо вам большое за очень информативную, очень интересную беседу. Я думаю, что вы многим телезрителям нашим помогли разобраться в этом вопросе. Ну а если у вас вопросы остались, мы еще наверняка встретимся в этой студии с Ириной Анатольевной Лежневой. Благодарю вас за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Территория права». Увидимся. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!